Приветствую вас, Елена. Я, честно говоря, очень сожалею о том, что вы попали в такую ситуацию. Вот мне очень жаль, это правда, вот я искренне вам сочувствую, но я боюсь, что свои вопросы вы задаете неверно, потому что вы задавали вопросы, пытаетесь, грубо говоря, понять, человека, вот, вы пытаетесь понять её, а вам нужно разбираться в самой себе и нужно исследовать, что именно в вашем поведении вызывает такое желание вас как-то, как-то вот третировать, троллить и так далее. Вот. А зачастую это поведение, это позиция, связанная с кодом жертвы, который есть у вас. Ну, например, вы пытаетесь сделать всё идеально чисто, вы крайне трудолюбивы, вот, и это, соответственно, с одной стороны, вызывает у людей, например, у начальства, раздражения, потому что они, например, не такие трудолюбивы, как вы, в том числе и говно, в том числе и Татьяна. А с другой стороны, если вы трудолюбивы, то почему бы на вас, да, не повесить, там, ещё большее количество работ, например. Если вы, так и так, всё равно, значит, ну, стараетесь всё сделать идеально. Вот. То есть это такая классическая история, что когда? Это классическая история, когда трудолюбие, вот оно таким образом наказывается, трудолюбие таким образом, ну, в общем-то, негативно крайне оценивается, вот, и, на мой взгляд, да, это, безусловно, неприятно, на мой взгляд, да, безусловно, это не то, что стимулирует. Но тут момент, тут два основных момента. Первый момент, это то, что, быть может, как-то вы представляете угрозу конкуренции для начальства. В чём-то, как-то, я, к сожалению, я не знаю, в чём именно. Вот. Это уже нужно более подробно работать с вами. Другой момент, может быть, связан с тем, что люди просто пытаются усилить, вот именно усилить то, что, ну, вот, у вас есть. То есть, если вы усердны, то, соответственно, нужно смотивировать вас на ещё больше усердие, вот. Если вы, значит, ну, допустим, строгий к себе, то нужно ещё больше, ну, ещё больше дать вам этой самой строгости и так далее. То есть, это вот позиция в целом такая. Вот. Никто не говорит, что это хорошая позиция, никто не говорит, что это адекватная позиция, но, тем не менее, такая договоренность. Вот. Соответственно, на мой взгляд, две основных проблемы могут быть. Вот. То есть, вот, либо вы не вписываетесь в систему, которая выстроилась на, ну, вот, на территории организации. Либо вы демонстрируете людям как жертвы и, как бы, своим таким, вот, внешним женским поведением, вот, вы просто транслируете такой вот посыл, да, ударь меня и так далее. Ну, собственно, вас и бьют. Вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать вам. Больше, наверное, добавить особо нечему, потому что, как бы, нужно смотреть, в чём именно у вас проявляется ваша трудность. Вот. С чем именно связана вот ваша проблематика. И, соответственно, уже корректировать это. То есть, ну, тут вот, в таком контексте, да, в такой направленности можно и нужно работать. Например, нужно смотреть в сторону изучений техники бесконфликтного общения, можно смотреть в сторону работы с тем, как вас это вызывает. Если вас это вызывает, можно смотреть в сторону, ну, как бы, обучение, ну, обучение, как бы, более, такому, ну, я бы сказал, более, наверное, более позитивному восприятию себя. Вот. Я бы, наверное, я бы, наверное, как-то вот так это выросл бы вам. Вот. И, соответственно, уже дальнейшее корректирование ситуации. Пока что я могу сказать, что ваши усердия вызывают вопросы, потому что вы слишком стараетесь. На мой взгляд, слишком сильно стараетесь. На мой взгляд, вы не защищаете себя. То есть, вот, у вас нет такой, может быть, может быть, навыка, может быть, ресурса для того, чтобы себя защищать, для того, чтобы отстаивать свои позиции, отстаивать свои границы и так далее. Вот. Ну, это уже нужно, опять же, это уже нужно смотреть более подробно. Работая с, ну, вот, с вами, да, то есть, исследуем более подробно. Вот. А, вот, вашу, ну, скажем так, ситуацию, да, вот, это то, что можно и нужно сделать, на мой взгляд. Вот. Соответственно, так, примерно, о чем нужно подумать, да, вам, о чем желательно подумать. О том, как вас эта ситуация вызывает, это первое. Второе. Какое у вас для мнения? Третье. Что для вас, значит, работа? Четвертое. С чем связано такое вот рубежное? То есть, почему вы так вот усердно выполняете работу? То есть, ну, вот, там, по дворам, по дворам и так далее. Как часто свойственно ли для вас сравнивать себя с другими людьми вот так, как вы делаете это встань? То есть, вы сравниваете себя встань. Вы ставите себя в пример, что вот она, она там сидит в телефоне, а я вот, значит, там, стараюсь и в итоге, в итоге меня там только еще больше стретируют. То есть, если у вас такая проблема, проблема сравнивания себя с другими людьми. Если есть, то подумайте об основаниях этой проблематики. Вот. Потому что это очень важный момент. Вот. Ну и в последнюю очередь хотелось бы сказать, да, что важны цели работы. То есть, аааа, именно цель какого-то того, что вы делаете. Это создаёт необходимую мотивацию, во-первых. Во-вторых, это помогает не распылять. Вот. С зависимостью от, грубо говоря, того, что вам кажется, ну, важным листом для того, что вам кажется цели в своей работе. Вот. Например. Нужно, чтобы вы ориентировались на это и втратили на это же соответствующий ресурс. Вот. Если вы этого не делаете, то, опять же, рискуйте, ааа, рискуйте тем, 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 что, ааа, ну, станете в зависимости. То есть, ааа, в качестве своего зависимости. Вот. Ну, я не думаю что-то то, чего бы вам хотелось бы, честно говоря. Вот. Поэтому ответ вам, я думаю, можно дать такой. Ааа, и, пожалуйста, ещё очень важный момент, ааа, я хотел бы напомнить, я об этом уже не сказал, но особо-то хотел бы напомнить. Что психологи не занимаются, ааа, как-то вот объяснениями, да, и пониманием, аа, мотивов других людей. Мы помогаем, ааа, людям разбираться в себе со своими трудностями, трудностями. Вот. А не, ааа, объяснять мотивы других людей. Я бы, я бы сказал, что, ааа, представляет некоторую сложность, ааа, работа непосредственно с человеком. Вот. Ааа, что же, что уж в таком случае говорить про, эээ, встреча лицо. Вот. Поэтому мне кажется, что вы, эээ, ну просто вот, эээ, взгляните, эээ, адекватно, но, на то, эээ, что именно мы можем, да, чем именно мы занимаемся. Занимаемся. Почнее. И уже, исходя из этого, решите, решите для себя, хотите ли вы, эээ, работать с, эээ, психологом, да, над собой, грубо говоря. Вот. Вот. Если хотите, то мы с радостью вам поможем. Вот. Эээ, в принципе, все на этом. Я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю всего самого доброго. Удачи.